Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 16-го тура английской премьер-лиги Челси Лидс. Встречаются третья и пятнадцатая команда АПЛ текущего сезона. В пятнадцатом туре Челси проиграл в схему 2-3. Сначала Жоржин и Минди на ровном месте организовали пенальти в свои ворота, а в конце матча Минди пустил шальный удар Мусаку в ближний угол едва ли нет углового флажка. Немного неожиданный результат в том плане, что Челси загрузился по самые уши, однако, видать, команде Тухеля надо все же периодически спускать пар, чтобы клапан не сорвало. Помню прошлогодний матч с Синих с Вестбромом, да, Лидс отвоевал ничью 2-2 с Брэндфордом. Павлины имели большое территориальное преимущество, первыми забили гол, но едва не проиграли матч, пропустив два гола в начале второго тайма. Роль палочки в ручалочке сыграл Патрик Бэмфорд, вернувшийся после травмы, который в последней атаке при подаче углового удачно подставил ногу под летящий мяч и выгнал его от перекладины в ворота гостей. Очные матчи. В минувшем сезоне Челси дома обыграл Лидс 3-1, а в Лидсе была нулевая ничья. Челси выдал в АПЛ трехматчевую забивную серию, чего не случалось с командой Тухеля очень давно, если вообще случалось. А если сюда докинуть еще и 3-3 на Газпромарене, то в последних четырех матчах пропустил Челси аж 8 голов. В домашних играх Челси не побеждал в двух последних матчах, отыграв их на 1-1. Лидс в этом сезоне гораздо чаще играет забивные серии, коих набралось уже две из трех и четырех матчей. В гостях команда Бьелси выглядит не очень, только одна победа, опять же 5 из 7 матчей были забивными. В минувшем сезоне Синя достаточно уверенно обыграли дома Павлина, а в Лидсе была нулевая ничья. Лидс сейчас опустился вниз таблицы и должен биться в каждом матче. Но учился выдался очень уж плохой игровой отрезок, и тут бы Тухель должен немного привести в чувство своих защитников. Несмотря на то, что Кепа в Питере пропустил три гола, он отстоял просто здорово, и по сути спас свою команду от поражения. Гости постоянно ловили гав, и Зенит раз за разом бегал на свидание с Кепой, но тот был непробиваем. В принципе, будет неудивительно, если он выйдет в воротанную игру с Лидсом. Предстоящая игра имеет все шансы получиться забивной. Чилси однозначно будет рвать и метать, но и Лидс не будет оставаться в долгу. Появился Бэмфорд, это большой плюс для команды. В норме тут запросто мы можем увидеть очередную голевую феерию где-то на 3-2. Из связки тотал больше обе забьют до победа хозяев, самый высокий коэффициент стоит на обе забьют до 2-0-5. На тотал больше 1-68, на победу хозяев 1-30. Пожалуй, за основу здесь можно взять скромное тотал больше 2,5 за 1-68. Должны бы здесь хозяева забить не менее двух, но и гости должны бы ответить хотя бы галешникам. Связываться здесь с победителем не очень как-то хочется. Синяя сейчас в турбулентном состоянии, Лидс, похоже, пошел на подъем. Всякое может случиться в такой ситуации. На роль доходного варианта здесь запросто можно играть обе забьют до 2-0-5. Немножко непонятно, почему дали такой высокий коэффициент. Ну разве что в надежде на то, что синие наконец-то придут в себя и отыграют, как и раньше, в надежном защите. Но Лидс в предыдущем выезде не забивал. А два матча без забитых голов на выезде в этом сезоне павлины еще не играли. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы.